СПОНСОР РУБРИКИ Сеть магазинов «Всё сам плюс» Аксессуары и запчасти для бытовой техники Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наша сегодняшняя передача будет посвящена нашему любимому другу смартфону А точнее, как быстро и правильно его зарядить У нас наступило лето, мы очень часто находимся далеко от города, за городом, на озере, в лесу И телефон садится, и мы фактически без телефона чувствуем себя как без рук И сегодня мы вам подскажем, как возможно избежать этого или уменьшить последствия Ну, скажем, чтобы у вас телефон всё время был в достаточной зарядке Безвозвратно ушли в прошлые времена, когда кнопочный телефон мог без зарядки работать неделю или месяц Современный смартфон при всех своих достоинствах имеет один существенный недостаток Он работает при хорошей нагрузке максимум один день В настоящий момент инженеры компании придумали быструю зарядку Там скоростные зарядки, большие токи зарядки Но очень многие люди не могут понять, чем отличается один блок питания от другого Почему один стоит 100 рублей, другой стоит 500 рублей И сегодня наш ведущий инженер Михаил Синкинов наглядно с приборами покажет вам, чем отличаются блоки питания друг от друга Перед нами три блока питания, разные по стоимости Сейчас мы их будем проверять Сейчас мы возьмем тестер С помощью него мы можем посмотреть, какое напряжение выдает наш блок питания Какой ток выдает В чем отличие То есть это по скорости зарядки Медленно заряжаться, либо быстро ваш девайс Вторым прибором мы можем посмотреть, какие устройства данные блоки питания поддерживают То есть Apple, Samsung и все остальные Начнем с самого простого То есть данное устройство вам понадобится, если у вас есть самый простой телефон Кнопочный И довольно-таки медленная зарядка будет Для старых телефонов это достаточно Подключаем розетку Включаем к нему устройство тестирования Заявленные характеристики он поддерживает Дает 5 вольт, 400 мА То есть для кнопочного телефона это достаточно Если вы хотите зарядить более серьезное устройство, смартфон или планшет Вам нужно будет посерьезнее зарядник Сейчас мы отключим тестер нагрузки Подключим устройство проверки протокола С помощью данного устройства мы можем посмотреть, какой протокол он поддерживает То есть он поддерживает стандартные 5 вольт Для кнопочных телефонов Если мы подключим к данному блок питания Samsung или Apple Заряжаться будет он не меньше 8 часов Сейчас мы проверим зарядное устройство средней ценовой категории Проделаем те же самые тесты Видим данное устройство поддерживает также 5 вольт и ток до 4 ампер Данное устройство мы можем заряжать Apple планшеты, телефоны Телефоны более мощным аккумулятором с более мощным процессором И данное устройство в отличие от первого зарядного устройства в 10 раз мощнее То есть данное устройство в 10 раз быстрее заряжать Сейчас мы поставим другой тестер, проверим, какие протоколы поддерживают наш блок питания С помощью данного тестера мы увидим, что данное зарядное устройство поддерживает все протоколы Современных телефонов, планшетов и более мощных устройств То есть так же, как и Samsung, Apple Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0 А теперь мы проверим зарядное устройство в более дорогой категории Отличие от данного блока имеет более компактный вид По параметрам он соответствует, как и предыдущий Мы так же видим, что данное зарядное устройство поддерживает более высокий ток до 4 ампер Данное зарядное устройство будет заряжать все современные гаджеты, телефоны, планшеты, так же пауэрбанки В отличие от первого зарядного устройства, он так же будет заряжать в 10 раз быстрее Сейчас мы проверим, какие протоколы поддерживает данное зарядное устройство Из тестов мы видим, что данное зарядное устройство поддерживает все современные протоколы телефонов, планшетов Данное устройство будет заряжать так же, в 10 раз быстрее, чем первое устройство И данное зарядное устройство гаджетами будет восприниматься как родное Сейчас мы провели тесты трех разных блоков питания Из тестов мы видим, что первое зарядное устройство подходит для кнопочных телефонов Он также можно использовать для современных устройств, но заряжаться он будет в 10 раз дольше. Два других абсолютно одинаковые по характеристикам, но разные по стоимости. Сегодня вы увидели, узнали, каким образом отличаются друг от друга блоки питания. Есть очень простой блок питания с небольшим током зарядки, когда, например, подойдет для сотовых телефонов, которые с кнопочками маленькие. Но основное, что вы узнали, что есть блоки питания, которые могут вас смартфон зарядить за час. И чем они отличаются. Теперь вы знаете, как сэкономить деньги, как за свои деньги купить самый подходящий и правильный товар, чтобы потом вас не сдало разочарование, что это неправильно работает. Приходите в магазин, вам помогут, расскажут, покажут все. Всего хорошего, до свидания. На сегодня все. Все сам плюс. Все для здоровья бытовой техники. Ящики, полки для холодильников, ремни и тены для стиральных машин, тарелки и магнитроны для СВЧ-печей, зарядные устройства и шнуры для сотовых телефонов от 100 рублей. Гагарина 8, молодогвардейцев 48А. Победы и молодогвардейцев. И еще пять магазинов в городе. Наберите все сам в интернете. Социальные танцы — это те, которые исполняют не для зрителя, а для себя. И наиболее популярным в мире на сегодняшний день считается направление Caribbean Mix. А кто же знает про кубинские танцы больше и лучше, чем преподаватель с Острова Свободы? Хосе Рамон Миндиоло-Оссорио, участник известных телевизионных танцевальных проектов, обладатель уникального стиля. Уникальность того, что я занимаюсь не только социальным танцем, но я закончил высшее искусство. Национальная школа танцевания. По современной хорографии модерна, классика. И вот оттуда у меня хорошая пластика из-за этого. И когда я добавляю этого к социальному, тогда получается вкусно. И вот думаю, что из-за этого. Вопреки всем стереотипам, заниматься подобным стилем танца можно при любой физической подготовке и в любом возрасте. Главное слушать музыку и свое тело. Я думаю, что это зависит от души, от тела, как самому человеку. С какого? С четырех, с пяти можно начинать. Тело очень-очень интересная, как я говорю, штука такая, да? Которая, ее надо просто понять, правильно рулить, чтобы все получилось. По своей интенсивности карибские танцы заменяют кардио-тренировку. К тому же во время занятий активно работают мышцы рук, живота и бедер. Сложно немножко, когда на тренировках есть разные ученики, у которых есть разный уровень. Поэтому надо делать так, чтобы тренировка не была скучной ни для них, ни для тех, кто уже занимается давно. Поэтому я решил, ну, немножко отработать тело и руки, и плечи, и все это, потому что это очень-очень-очень важно тоже. Очень-очень важно. Без этого никак. На сегодня мне удалось почувствовать, я вот, правда, были моменты, когда я ловила, что мне полностью это нравится. Я понимаю, мне нравится, как двигается мое тело. И у меня возникла мысль, что надо бы, наверное, все-таки продолжить, потому что это приятно, это здорово. Поэтому воображение дорисовывает картину, вот эту вот всю локацию, перевести на пляж и продолжать уже бачату где-нибудь на горячем песке. Эти танцы, на самом деле, кажется, что столько простых движений, и каждый их выполнит. На самом деле здесь очень четкий рисунок, очень четкие такие моменты, которые даются нелегко. Но когда получается, испытываешь такие эмоции, что, не знаю, как на игре забрался. Когда хороший преподаватель, сложности в принципе не возникает, потому что любое сложное движение раскладывается и все объясняется. Танцевать карибские танцы можно хоть на вечеринке, хоть босиком на песке. Освоить основные движения можно всего за несколько занятий. Ну а потом совершенствовать их сколько угодно. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни внезапно лишался денег. Будь то выпавший бумажник, украденная наличность или потеря средств со счетов. Почему так происходит? Влияние ли это звезд или судьбы? Или же это кармическое наказание за присущую нам жадность и хитрость? Этот момент разбираем вместе с астрологом Ириной Ордой. Что сейчас происходит у нас? На что необходимо обратить внимание? Меркурий стоит в рыбах, а рыба – это его слабое положение. Планета может быть сильной, нейтральной и слабой. Меркурий в карте показывает хитрость. Что такое хитрость? Хитрость – это значит такое качество. Это хитрость, за хитростью стоит жадность. Правильно? Жадность. Человек ничего не хочет делать, решил обмануть кого-то. А кого он может обмануть? Только себя. Что нужно делать в этот момент? Как мы гармонизируем? Нужно обязательно жертвовать. Как я учу жертвовать? Приходите в храм, к примеру, там стоит шкафчик, ящичек для пожертвования. Встаете против него и говорите. Вот сейчас мне сколько не жалко пожертвовать? Потому что для всех этот эквивалент «сколько не жалко» разный. Кому-то 100 рублей – это много, кому-то 5000 – это мало. Поэтому здесь нужно… Это работа с жадностью. Поэтому нужно столько положить в ящичек, сколько жалко. Что такое жадность эмоциональная? К примеру, для мужчин аскеза говорит ласковые слова своей жене. Это для него будет такая благотворительность. Понимаете как? Ну, мужчины же жадные на слова. Они же думают, что достаточно зарабатывать деньги. А нам же, девочкам, что нужно? Ну, к примеру, я тебя люблю, и я тебе благодарна за то, что это все, что ты делаешь для меня. Но редко же такое бывает. Это же тоже жадность. Жадность – сердце. Поэтому понимаете, как жадность-то бывает? Это жадность же не обязательно денежная. Это же еще и может быть эмоциональная жадность. Существует два мира. Не два, их много. Но так, если грубо говорить. Есть материальный мир и есть тонкий мир. В тонком мире живут наши идеи, эмоции, энергетика по-другому. И все происходит корень. Все происходит на тонком плане или в тонком мире. И потом оно реализуется где? В грубом плане. Человек подумал, что-то сделал. Оп, в это ментальное пространство, в этот инфобанк отправляет какую-то мысль. А там же совесть есть и говорит, неправильная мысль. Поэтому, если ты сейчас вывод сделаешь, все, урок пройден и больше таких уроков у тебя в жизни не будет. А если человек, у него украли 400 рублей, ну, к примеру, так с карточки, да, там, а он начинает зацикливаться, происходит привязанность к деньгам. А что происходит? К чему мы привязываемся, то и теряем. Поэтому, что нужно сделать? О, дорогое пространство, спасибо, что ты у меня вовремя сняла 432 рубля с карточки. Я прощаю. Думаю над своим внутренним, как поменять отношение к деньгам. Я думаю, может, я к ним привязана или не привязана. Но в таком плане. Все. И спокойно жить дальше. Все, что происходит, это не хорошо и не плохо. Это происходит только потому, чтобы мы вывели какой-то урок. Поняли и осознали, как мы себя неправильно вели, как мы неправильно поступали, как мы неправильно мыслили. Поэтому в этот момент мы принимаем судьбу, принимаем этот факт, выводим урок конструктивный и запоминаем. Все. Это называется урок пройден. А если мы, ну сами понимаете, там все виноваты и я обиделся, это называется усугубление. Что такое обида? Она наращивается. Все происходит индивидуально. Ну, к примеру, у кого-то сняли с карточки деньги. Ну, к примеру. Вот 10 человек возьмем. Вот 10 человек и у всех будет 10 разных уроков. Это все индивидуально. Одного учат не привязываться к деньгам, понимаете? Другого учат, чтобы он давал благотворительность, правильно? Третий показывает то, что он когда-то взял в долг и не отдал, потерял дружбу, понимаете? Это все индивидуально. Здесь нужно просто понять, чему научил меня этот урок, что я должен понять для себя. И подведем итог. Ретроградный Меркурий, который будет создавать проблемы с деньгами, неприятностей, хитрость, воровство, обман, простоит до середины апреля примерно. Поэтому что нужно сделать? Надо быть вооруженным, понимать и никуда особо не лезть. Просто знайте об этом и будьте аккуратны. Вот в такие космические моменты, в такие периоды начинают как раз случаться неприятные ситуации. Сняли деньги с карточки, обманули, договор не подписали, неправильно написали, не ту правильную цифру написали или еще что-нибудь. Все, что будет связано с такими деньгами, сделками, хитростью и жадностью. То есть сейчас идет время проработки своего внутреннего состояния. Подумать, насколько я хитрый или не хитрый, насколько я жадный или не жадный. Для себя это сделайте, это будет самая главная нейтрализация. Студия психологических решений Ирины Орда. Запись на курс «Практический психолог» с получением диплома. Начало занятий 21 сентября. Обучение 10 месяцев. Информация и запись по телефону 22-33-410 или на сайте iorda.ru Качественный пуховик от 2900 рублей – это возможно. Магазин верхней одежды О'Хара объявляет грандиозную распродажу. Огромные и реальные скидки. Ассортимент и размерный ряд позволят сделать правильный выбор каждому. Есть суперклассные модные парки, аляски, элегантные куртки, стильные пуховики нежных и сочных оттенков. Детская коллекция порадует яркими цветами. Мужчины оценят качество пошива. Ну а девушек не оставят равнодушными стильные современные пасоны. Практичность и удобство каждой модели пуховиков и курток – это основные преимущества магазинов О'Хара. Ультрамодно и ультравыгодно. Успевайте купить качественную верхнюю одежду по невероятно выгодным ценам. Для удобства покупателей в магазине О'Хара можно быстро оформить беспроцентную рассрочку с помощью сервиса Ревотехнологии. Примерить лучшие модели и обзовестись обновкой можно в магазинах О'Хара, которые расположены по адресам Проспект Победы 163 напротив Теплотеха, Проспект Ленина 71 у Алого поля, ТРК Космос 2 этаж, а также магазин Snow Image в ТРК Алмаз. О'Хара. Купи пуховик от 2900 рублей. Несмотря на то, что видеокамера телефона у большинства из нас все время под рукой, для самых главных событий в жизни, как, например, выпускной, свадьба, юбилей близких или юбилей компании, принято обращаться к профессиональным видеографам. Сегодня в полезной программе специалист с большим опытом Константин Пермяков расскажет, как выбрать видеографа, что стоит учесть и какие вопросы задать при встрече, чтобы найти настоящего профессионала. Для начала надо посмотреть, потому что они все выкладывают свои работы какие-то, надо искать работы, посмотреть прежде всего, хотя бы одну-две, да, посмотреть, нравится тебе работа, нравится музыка, которую он подбирает, нравится вообще чистота кадров. Во вторую очередь надо посмотреть вообще, ну, опыт работы, то есть срок все-таки. Бывают молодые мальчишки, да, бывают они, может, талантливые, да, там он только закончил, у него там тоже понтан идей, это один вариант. Есть опытные, матерые операторы, которые вообще знают каноны, как все снимать, это другой вариант, да, то есть вам тоже надо, чтобы он вам и подходил, и по возрасту, допустим, да, и по какой-то, ну, вообще нравится, не нравится он вам. Надо всегда с ним, ну, обсудить, то есть объем, что он все-таки может снять, что он не может снять, какой объем он может снять и, соответственно, какой результат вы в итоге получите. Даже в том числе вплоть до, ну, часовая, допустим, у него там он по часам работает, или там там целый, на целый день он сможет с вами работать. И, соответственно, и по срокам выполнения работы опять же надо уточнить, сколько. Потому что он может потом лет пять будет вам делать работу, это будет, конечно, может, шедевр, но пока вы дождетесь, вы уже забудете про него. То есть тоже надо узнать еще и сроки выполнения, потому что бывают очень загруженные люди, и они могут им очень долго делать, а могут сделать быстро, но не очень хорошо. Сейчас больше идет все-таки упор на эмоцию. Эмоция должна, ну, самая превалирующая, то есть даже очень крупно человека снимать. Пусть не всегда это логично, но должна эмоция получаться. То есть все равно крупно индивидуальный человек снимается больше, скажем так. Больше упор идет на конкретную, на какую-то личность. Раньше снимали все вот и до, раньше были трехчасовые кассеты, то есть все писали плотно трехчасовые. Сейчас, допустим, карты памяти ограничены какое-то время. И вообще люди уже не привыкли долго сидеть у телевизора, скажем так. Даже на себя смотреть все равно надоедает. Сейчас много оборудования используется, именно, допустим, усовершенствуется. Для заказчиков чаще всего многие вопросы, ну, как белый лист, они что-то видели когда-то у кого-то, они хотят так же, хотя это уже, может, совсем уже и не модно, и пять лет назад уже это только снималось. Да, всегда, в меру своего опыта, всегда, конечно, скажу, что я могу снять, что надо снять, да, как себя примерно вести. Так как я постоянно общаюсь с телевизионщиками, то я понимаю для себя, что именно они и делают хорошо, потому что все-таки они опытные. Опыт — это колоссальный момент, который вообще все определяет. Поэтому я и на основании отзыва, и на основании этого, я вот для себя тоже заказала такую услугу, да, чтобы мне сделали, чтобы красивый был сюжет. И мне очень нравится, то есть мне понравилось, и скажу, что отличается очень сильно, начиная от того, что качество изображения, звук, музыка. Я ценю видеографов именно такую, скажем, открытость, коммуникабельность, вот это вот желание слушать, желание подстроиться и сделать именно так, как просит клиент. Жизнь меняется день ото дня, и через год мы будем совсем другие. Именно поэтому так важно сохранить в памяти правдивые впечатления о важных событиях. Эти эмоции по-настоящему бесценны, а поэтому на них не стоит экономить. Я его слепила из того, что было, Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. И вот ты присматриваешь удобоваримую особь и начинаешь из нее лепить. И вот ты лепишь, он лепится и даже начинает добиваться каких-то успехов. И в один прекрасный момент времени он берет и просто собирает чемоданы. Что же случилось? Что пошло не так? А теперь вся правда о мужчинах. Олег, представляешь, порядка 30% женщин искренне уверены, что именно они являются причиной успеха своих мужчин. И чем же это заканчивается? Конечно же, так вы заботились о нем. Видели в нем таланты и пытались их раскрыть. Скорее всего, вы хотели известности, успеха, денег. Но почему-то решили все делать чужими, мужскими руками. Почему? Вариантов много. Страх стать успешной, но остаться одной. Желание власти, но боязнь ответственности. Согласитесь, что безопаснее быть серым кардиналом и оставаться в тени. Короче, хотели быть шеей и вертеть головой. И вот вы свернули шею своему семейному счастью. Что же делать, чтобы избежать такой печальной развязки? Самое главное. Отложите рубанок и забудьте о том, что ваш мужчина – это бревно неотесанное. Запомните, ваши мечты, устремления, фантазии – это ваши мечты, устремления и фантазии. И реализовывать их только вам. И у вас это точно получится. Мы в вас верим. Но и главное – ваш мужчина будет счастлив видеть рядом с собой самодостаточную, реализованную женщину. Если сложно в этом во всем разобраться и непросто начать этот путь, обратитесь к психологу. Или возьмите в руки книгу Джеймса Холлеса «Почему хорошие люди совершают плохие поступки». Или посетите тренинг об отношениях мужчин и женщин. Вся правда о мужчинах. И главное – живите своей жизнью. Проблема лишнего веса сегодня как никогда актуальна. Огромное количество информации заставляет нас делать выбор в пользу той или иной диеты, программы тренировок, различных теорий. Сложность заключается в том, что далеко не все из предлагаемого действительно является правдой, которая поможет в нелегкой борьбе с лишними килограммами. Набор лишнего веса – это многофакторный момент. То есть это не одна какая-то причина. Соответственно, есть общепринятые, которые очень распространены у людей, а есть те, которые связаны, например, с индивидуальной заболеваемостью. У человека, у каждого есть уже свой набор заболеваний. И они тоже могут влиять на повышение веса. Например, влияет щитовидная железа, сахарный диабет, нарушается углеводно-жировой обмен. Это тоже может тормозить в программах по снижению веса. Было очень долго такое убеждение, что после шести не нужно есть, потому что вот уже всё. Остальное, раз нет, движений меньше. Нет, уже последние исследования доказали, что человек, который голодным ложится, ведь с чувством голода не все умеют жить и бороться. Это настолько жизнесохраняющая, скажем, инстинктивная реакция, что раз нету в клетках энергии, есть голод, нужно съесть. Это очень сложно, борются люди. То есть сна нет и всё, это проблемно. Поэтому это вот не нужно так делать. Нужно съесть такую пищу за определенное количество времени до сна, и никакого веса лишнего не будет. И ещё очень распространённая ошибка, когда пациентов, наверное, 90-го с лишним весом, люди, которые считают, что если они будут очень мало есть, то есть очень заниженный калораж, то неизбежно жир будет уходить. Нет. Почему? Потому что опять, вот с природой я всегда говорю, очень трудно бороться. Мы такими рождаемся, это все механизмы на жизни сохранения. Вот этот необходимый минимум калорий, которые мы должны обязательно получить, это энергия для жизни и работы жизненно важных органов. С каждым человеком и у каждого человека есть особенности индивидуальные. Они выражаются, вот опять же, в накопленных заболеваниях, или это органы ЖКТ, или это эндокринная система. И плюс есть такой индивидуальный момент, как группы крови, например. И это не какой-то миф, это не какие-то выдумки, так оно и есть. И я убедилась в этом много раз, что кому-то идет полезный продукт, ну, приносит пользу, и он в обмен встраивается и работает, а другому человеку он не будет являться полезным. От еды люди не умирают. Но она делает совершенно разные вещи, да, вот попадая в организм. Например, людям с третьей группой крови гречневая каша не подходит. Генетически природа им не дала ферменты на хорошую, качественную переваривание ее, да. Но тем не менее люди ее кушают. И все, что у нас не переваривается, не усваивается, клетками не используется. Мы кушаем только для того, чтобы переработанная пища попадала в клетки каждого органа. Считается, что человек покушал, когда то, что он съел, дошло до тех структур, которые в этом нуждаются. Так вот у многих людей вот эта цепочка по каким-то причинам прерывается. И человек кушает, а до клеток не доходит. В лучшем случае кишечник это выведет, если он правильно и хорошо работает. В худшем случае это начинает где-то откладываться, как токсин. Один из механизмов набора жира – это упаковка токсинов от неправильного пищеварения в жировые массы. Потому что эти токсины, они, как правило, жирорастворимые вещества. И они не могут нигде храниться. В сосудах они образуют определенные склеротические изменения. И поэтому в последнее время просто атеросклероз и сосудистые заболевания, они просто как вал какой-то, идут по всему миру. Но мы должны четко понимать, основным фактором, дающим здоровье органам, это питание, которое нужно человеку. Чтобы пища пришла, которая нуждается, переварилась и усвоилась клетками. Вот это и есть индивидуальный подход. И в этом нуждаются все люди. И поскольку у нас сейчас очень много продаваемой пищи, ну, готовой уже к употреблению, люди, конечно же, в современном ритме пользуются этим. Они соблазняются на это. Ведь это уже готово, это вроде бы как удобно. Но какой результат будет, вот какой путь этой пищи будет до клеток, вопрос уже вот такой. Если раньше редкие породы кошек можно было сосчитать по пальцам, то сейчас выводятся все новые и новые виды. Как, например, курильские бобтейлы, которых часто сравнивают с рысью, благодаря окрасу, торчащим ушам и короткому хвосту. Вот у них на лапках, вот здесь вот шерсть между подушечками. Эта шерсть защищает их от того, что они на Курильских островах лазят по камням. И вот, чтобы не поцарапать подушечки, у них, соответственно, растет здесь шерсть. Хвосты у них, так же, как, наверное, у нас отпечатки пальцев, ни одного повторяющегося хвоста. Они бывают от двух сантиметров до семи, это идет стандарт. Задний лап у них выше, чем передний. Это дает им прыгучесть. Прыгают они полтора метра с места легко. В среднем коты достигают 80 килограмм. Тяжелый костяк мышц. У них не жир, а мышцы. Девчонки достигают 5-7 килограмм. Но весь расцвет сил и расцвет этой породы у них происходит в три года. То есть до трех лет они еще формируются. Победы этих трех питомцев на российских и европейских выставках сколыхнули интерес к новой аборигенной породе. Курильские бобтейлы буквально очаровались своим неповторимым обликом и прекрасным темпераментом. Самая первая девчонка, вот Ксения, она пока единственная в питомнике с титулом чемпиона мира. То есть чемпион мира он закрывается на нескольких континентах. Ни одна выставка нужна для закрытия титула. Практически полмира объездили с ней, чтобы завоевать эти титулы, хорошие места. Ну а естественно судят в основном по типу, по ушам, по голове, особенно по подбородку. Подбородок должен быть у них очень достаточно сильный. По окрасу, темпераменту, ну и соответственно по хвостику. Кошки такой породы не требуют особого ухода. Ксения, лис и зефира прекрасно уживаются с другими домашними любимцами. Как например кот Бакс, которого хозяева нашли на улице. Субтитры подогнал «Симон»!